я рад всех приветствовать кто присоединился к нам на канале тбн в ю тубе и на других каких-то площадках друзья сейчас время божьего слова я предлагаю прежде чем мы погрузимся чтобы мы остановились чтобы если вы включили нечаянно канал и зашли на наш канал да то это не просто так однажды иисус сказал вы кому ходили туда в пустыне на кого посмотреть и ответил сам же правильным ответом конечно на пророка а для чего для чего вы ходили смотреть на пророка для того чтобы услышать божье слово вот и мы сегодня включились для того чтобы слышать это божье слово и я верю что сегодня господь особенным образом благословит каждого из нас своим хлебом прямо с небес друзья сегодня я хочу говорить о том что нас ждет в будущем это вы скажете ну как что он синоптики говорят завтра плохая погода будет или хорошая там какие-то брокеры на бирже говорят то курс падает то возрастает и так далее но я хочу сегодня поговорить о том что нас ждет в будущем в вечности я как христианин уже замечаю общаясь многими с христианами замечаю одну вещь что христиане не хотят размышлять о будущем христиане хотят жить сейчас здесь на этой земле потому что ну столько много проблем им некогда размышлять о какой-то вечности им некогда размышлять о том что будет там и даже есть такие ответы они говорят да знаешь там никто не был никто ничего не знает там придем и разберемся поэтому давай я буду побольше сконцентрирован на тех делах которые здесь на этой земле и поэтому бог меня все равно любит и приду в любом случае туда я же верю в иисуса и все но друзья я сегодня хочу говорить о том что царство божие это не просто путь куда-то в никуда в какое-то непонятное место это очень конкретное очень практичное очень реальное место и хотелось бы ну напомнить историю о том что наша церковь уже на протяжении пяти месяцев находится в книге откровения это это очень много пять месяцев представляете мы два раза в неделю разбирали книгу откровения и мы всего три главы разобрались а всего их двадцать две и вот в этих трех главах которые мы разобрали там послание к церквям было и вот все что иисус хотел сказать здесь на земле церкви он сказал в этих трех главах но дальше ты еще 19 дальше то дальше то что-то другое и я хотел вам зачитать текст который записан откровение 4 глава 1 стих вот с чего начинается апостол иван пишет после сего я взглянул и вот дверь отверстно на небе и прежний голос который я слышал как бы звук трубы говоривший со мною сказал зайди сюда и покажу тебе чему надлежит быть после всего и вот я брать прошу обратить ваше внимание на то что четвертая глава начинается после сего я взглянул и в конце на написано чему надлежит быть после всего интересно вот вы бы хотели знать что будет после всего после того что когда наша жизнь на этой земле закончится или нет или вас больше интересует вопросы которые вот у тебя у вас есть здесь сейчас на этой земле знаете когда мы начинаем размышлять на эту тему христиане сразу начинают делиться на две категории одни с радостью воспринимают эту информацию как и они такие говорят о да я знаю что меня там ждет в будущем там все закончится там слезы закончатся печаль закончится трудности закончатся скорби закончатся и там будет просто благодать там будет бог и я буду купаться в его благодати вот а другие говора а другие га вообще даже не хотят размышлять на эту тему они говорят что но это не так важно за поэтому даже вникать в это не хочу и тем более верующие тем более неверующие люди интересно что когда мы в принципе сталкиваемся с успешными людьми на этой земле будь то бизнесмены будь то люди которые стоят у власти мы мы можем наблюдать следующую реакцию вот я иногда занимаюсь фандрайзингом это когда я хожу по бизнесменам и пытаюсь присоединить их к какому-то благому делу и вот что они говорят они говорят а чё это я буду им помогать там вашим наркоманам и алкоголикам сами они виноваты сами получили они получили то что и заслужили поэтому я не собираюсь им помогать я вот сам всего в жизни добился я вот такой вот хороший такой крутой и поэтому я не буду участвовать в этом вот или или к примеру каком-то власть имеющему человеку приходишь который который реально имеет власть на этой земле и он так с тобой разговаривает знаешь так надменно как это через губу знаете да есть такое выражение как с человеком второго сорта вот и и или 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 наоборот есть такие люди которые имеют власть но ведут себя по-другому люди которые имеют успех но ведут себя по-другому и вот интересно что вот когда ты разговариваешь с людьми и просишь их чтобы они проявили милосердие или сострадание по отношению к другим людям они почему-то это смотрят на на других людей с превозношением и и с гордостью вот но сейчас я понимаю что иисус иисус он все таки хочет чтобы каждый из нас каждый живущий человек на этой земле не неважно ты верующий или неверующий учился проявлять сострадание я хочу вам зачитать один текст который записан в исае в сорок седьмой главе с пятого по седьмой стих пророк и сая напомню кто это это тот пророк который жил во времена пленения вавилонского да когда на 70 лет израиль был забран в рабство и вот он пишет сиди молча и уйди в темноту дочь халдеев ибо вперед не будут называть тебя госпожою царств я прогнился на народ мой уничижил наследие мое и предал их в руки твои а ты не оказала им милосердия на старца налагала крайне тяжкая иго твое и ты говорила вечно буду госпожою а не представляла того в уме твоем не помышляла что будет после то есть другими словами бог ожидал от халдеев что они проявят милосердие к израильскому народу у меня вопрос как это вообще можно ожидать от неверующего человека такое что он там проявит какое-то милосердие или нет но тем не менее бог говорит ты даже не помышляла что будет после и и друзья на самом деле это так у нас как у людей нет такой способности в принципе чтобы мы проявляли милосердие если мы сосредоточены на каких-то земных ценностях ну как только мы поднимаем руки глаза к небу у нас сразу это способность проявляется я вам приведу такой пример однажды меня останавливают сотрудники гибдд за превышение скорости и они там выписаны начинают выписывать мне штраф и у нас завязался разговор и они узнают кто я где чем я занимаюсь везде работаю и такие перестают эту делать запись и говорят отпускают меня и задают мне вопрос слушай а нам зачтется это там наверху я говорю конечно зачтется и вот и вот у меня вот смотрите в чем в чем вся фишка вот если бы они размышляли категориями ценности эти этой земли им бы не было не выгодно меня отпускать вообще почему потому что зачем им меня отпускать зачем меня миловать им не интересно прибыли нет с этого никакой им наоборот у них задача они должны меня у них задача когда они выезжают на рейс чтобы побольше так сказать штрафов принести денег так сказать своему начальству но когда мы поговорили с ними и их взгляд начал их мысли начали думать о боге о небесном о вечности у них другая реакция они захотели вложиться вот в это вот божье царство которым они не слышали не знают не понимают и и тем и тем не менее и тем не менее они меня отпустили слава богу за за них вообще я я верю что им зачтется вот и вспомните такой пример вы его все знаете что уже читали наверное неоднократно что один муж божий писал он оказался как-то на небесах ему господь позволил быть на небесах и он вдруг увидел там рядом с иисусом ближе всего к иисусу находимся находился один бомж помните может быть эту историю вот и когда он начал спрашивать а как это так как этот бомж оказался у престола божьего намного ближе чем другие помазанные люди и и выяснилось что этот бомж оказывается там кошку не пнул ну что-то такое и последний из себя рубаху снял теплую одежду для того чтобы накрыть другого человека и сам от этого умер и я понимаю что и и бог вот к себе приблизил у меня возникает вопрос почему он так сделал а и знаете ответа очень по простой очень простой потому что этот человек использовал максимально все что у него было для того чтобы как-то проявить милосердие сострадания по отношению к другим кто вокруг них находится и я еще раз хочу сказать что для нас для людей это вообще нереально для нас для людей это вообще неестественно проявлять милосердие если мы будем как-то вот смотреть просто на свою жизнь через призму вот сейчас сегодня дайте мне и так далее но господь господь он другой он предлагает мыслить другими категориями он предлагает мыслить другими ценностями вспомните эту вдову с двумя лептами которая пришла в храм не имея ничего но она все это отдала господу она просто это все отдала почему потому что она любила его она хотела угодить ему максимально и было вообще не жалко ничего то что даже последнее отдать вспомните иисуса который сидел рядом со смоковницей ой со сокровищницей и говорил ученикам что принимая что одобряет какую жертву бога какую нет то есть и и он прям отметил говорит смотрите это дал а от избытка много а этот дал последнее и и бог это за отметил и смотрите еще какой момент записан такой случай когда иисус говорил с фарисеями это матфея 23 глава 23 стих написано он там такую мысль говорит оставили вы оставили важнейшее в законе суд милости веру сие надлежало вам делать и этого не оставлять другими словами господь дел господь прежде чем нас привести в царство божие он делает абсолютно все для того чтобы мы были подготовлены чтобы войти в это царство божие невозможно попасть на небеса просто так вот у нас гуляя прогуливаясь как-то и ничего как бы ну не делая скажем так того что хочет бог и вот я хочу пойти дальше и по книге это откровение и дальше 2 3 стих сказано 4 глава откровение тотчас я был в духе и вот престол стоял на небе и на престоле был сидящий и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису и и радуга вокруг престола видом подобное смарагду и вот смотрите интересно когда иоанн приходит на небеса самое первое с чем он соприкасается и сталкивается это с божьим престолом и сидящим на нем вы никогда не задумывались почему почему именно с этим он сталкивается почему он там не друзей сначала увидел почему он там там не каких-то там служителей с которыми он служил а самое первое во что он так сказать упирается и сталкивается это когда иисус ему открывает дверь и он заходит туда и он видит престол и сидящего на нем интересно что мы христиане мы вроде бы знаем что есть вечность что есть бог что есть престол что есть царство божие где-то там на небесах но многие думают что туда можно как-то пройти знаете вот как вот к себе домой захожу открыл ключом дверь и зашел но на самом деле когда иоанн видит этот престол он видит определенную власть он сталкивается с властью мы видим там картину которая вокруг престола нарисовывается там сидят 24 старца там тоже на этих тронах сидят там иоанн восхищается его красотой радуга вокруг престола да он он не может даже подобрать эпитетов чтобы описать то что он видит потому что это нереально человеческому как бы сознанию это сделать как можно описать бога безграничного и тем не менее он пытается это сделать и самое первое я хочу обратить прям сакцентировать на это мысль что он встречается с божьей властью это неизбежность и вот у меня такой пример приведу вот представьте зайдите вот в какую-нибудь многоэтажку и постучитесь в первую попавшуюся дверь и просто скажите где у вас тут водички набрать можно и как думаете будет реакция какая-то конечно будет почему потому что вы захотите услышать вопрос ответ на вопрос где а тебе следом зададут вопрос кто ты ты получишь следу в лоб вопрос кто ты потому что ты не ты не сможешь зайти на чужую территорию просто потому что тебе что то хочется увидеть или что то взять у тебя не получится так в этом доме есть определенный порядок в любом доме и есть порядок мы не можем хе заходить даже если мы знаем кого-то очень сильно и у меня есть много друзей я не могу у друзей вести себя как дома почему потому что в каждом доме есть порядок и есть хозяин то же самое на небесах то же самое на небесах Бог устроил то мы Мы, когда туда попадаем, мы не просто в какую-то там чулан попадаем, самое первое, с чем мы встречаемся, это с его троном, с его величием, с его властью, через которое потом все начинает вытекать и здесь, на этой земле. Вот. И знаете, у нас еще хотел добавить мысль о том, что у нас какое-то, иногда у христиан очень чересчур свободное понимание о свободе. У нас понимание свободы, это где нет никаких ограничений, но у Бога понимание свободы, это когда ты полностью принадлежишь Ему. То есть написано, кого Сын освободит, тот истинно свободен будет, но Сын может освободить только тогда, когда я принимаю Его господство в своей жизни, по-другому никак. Он не освободит тебя по-другому, если ты об этом не попросишь, если ты не скажешь Ему про это, не выразишь свое желание, Он не будет освобождать. И мы можем видеть, что весь мир лежит возле, и что многие люди страдают, и почему-то Иисус никого не освобождает. Вот просто вот взял бы и освободил весь мир, и жили бы счастливо, и в ладоши бы хлопали бы и прославляли Бога. Такого нету. То есть всегда Бог взаимодействует с нашей волей, и Он хочет, чтобы мы сами проявили вот это вот желание к Нему и обратились. И я хочу зачитать один текст, который записан 1 Тимофею 6 глава с 13 по 16 стих. И сказать, что, ну да, вот есть как бы, получается, престол, есть мы на этой земле, которые живем, получаются у нас, не получается, промахиваемся или попадаем в цель. Вот. Но мы как-то живем, мы стараемся жить, мы стараемся угодить Богу, а может быть не стараемся, может быть уже и забыли, что такое стараться. Но Иисус – это единственная личность, которая может привести нас на небеса. И вот, что пишет апостол Павел Тимофею. «Перед Богом, все животворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом, доброе исповедание, завещаю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь, Царствующий и Господь Господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». О чем говорит Павел Тимофею? Он говорит о том, что наш Господь обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Представляете, есть неприступный свет, где обитает наш Бог, и мы просто человеческим взором никогда не сможем увидеть это. А как тогда войти в эту дверь, за которой Бог обитает в неприступном свете? Ответ очень прост. Это можно сделать только через Иисуса, который представляет Отцу тех, кто Ему принадлежит. Друзья, и я понимаю так, что важно, очень важно нам принадлежать Богу. Очень важно, чтобы наши мысли были сконцентрированы на Божьем Царстве. Очень важно нам размышлять о вечности. И знаете, вот как я вам привел пример. С этими работниками ГИБДД, как они меня отпустили. Я понимаю так, что когда мы сосредоточены на себе, мы никогда не сможем этого сделать. Мы никогда не сможем вкладываться в Божье Царство. Мы никогда не сможем делать правильный выбор. Мы никогда не сможем угодить нашему Богу. Почему? Потому что это невыгодно по-человечески. Я буду себе объяснять, что у меня дети, у меня работа, у меня здоровье, еще что-то. Я не готов умирать сейчас. Я хочу жить здесь, на этой земле. Но когда я начинаю размышлять категориями Божьего Царства, у меня другая реакция начинает быть. Я вдруг понимаю, куда я иду. Что Божье Царство, это не просто рассказ пастора со сцены. Что Божье Царство, это реальность. Это там, где меня ждет Бог, и я хочу туда прийти. Иисус сказал, я есть путь истины и жизни. Только Он может привести к Отцу нас. Только Он может нас там открыть эту дверь. Друзья, мы должны приложить все усилия, чтобы это состоялось. Павел пишет Тимофею. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явления его. То есть, другими словами, апостол Павел, он говорит, друзья, я сегодня прилагаю все усилия, использую все инструменты, которые у меня есть, для того, чтобы угодить Богу. Это все, на что я растрачиваю свою жизнь. Это то, для чего я вообще живу. Я живу в ожидании своего Бога. Вот у меня сегодня к тебе вопрос. Брат, сестра, а ты для чего сегодня живешь? Ты для чего, ты на что тратишь свое время? Ты на что тратишь свои средства? Ты на что тратишь свое здоровье? Получается ли у тебя вообще думать о Божьем Царстве? Веришь ли ты в вечность? Понимаешь ли ты, что это дорога, что когда твой путь на этой земле закончится, впереди будет вечность? Что ты встретишься с живым Богом, который тебя любит, который однажды пришел на эту землю ради тебя, ради того, чтобы от тебя привести вечность? Знаете, без Иисуса у нас ничего не получится. Иисус – это единственная возможность, единственная зацепка для всего человечества, для того, чтобы оказаться в вечности с Богом, с Отцом. И какие бы мы правильные не были, какие бы мы хорошие не были, какие бы мы дела великие не делали на этой земле, какие бы, сколько бы раз мы не помогли кому-то, но все-таки сейчас наше время здесь, на этой земле, чтобы мы подготовили свои сердца к тому, чтобы научиться быть сострадательными, учиться быть милосердными. Знаете, Бог сделал так, у меня вот вопрос, вот когда я Исаию зачитывал 47 главу, представляете, Бог, повторюсь, от неверующих людей ожидал сострадания и милосердия. Но у меня вопрос. То есть, оказывается, мы можем жить, мы можем жить, чтобы Бог создал людей не для того, чтобы они воевали друг с другом, а Бог создал людей для того, чтобы мы все-таки могли жить в мире. Но для того, чтобы жить в этом мире, нам нужно всегда держать этот взгляд, на небесах учиться. И вот это время, когда мы здесь, находясь на этой земле, мы учимся каждый день, изо дня в день, чтобы наше сердце смягчалось, чтобы наша потребность Бога возрастала. Вы знаете, буквально вчера у меня был разговор с одним пожилым человеком, ему 85 лет. Он находится в пансионате. Сегодня, если мы посмотрим на этот мир, если мы посмотрим на этот мир, то каждый старается держаться за что-то свое. Вот у него что-то в жизни получилось, и он держится. Он думает, что это как-то поможет ему там в вечности оправдаться. Причем этот пожилой человек мне сказал, он же живет в комнате не один, он там живет в комнате еще с мужчиной. И он мне рассказывал, как он его воспитывает. Там строжится на него, кричит. Я говорю, вот, ну подождите, вы вроде бы, ну, говорите, все у вас получилось, да? А почему тогда вы палкой там грозите на своего соседа? Он говорит, ну а как по-другому? Я его жизни учу. И я понимаю, что каких бы высот ты не достиг на этой земле, если ты не сосредоточен на небесах, ты никогда не сможешь быть сострадательным, ты никогда не сможешь быть милосердным. Почему? Потому что это невозможно своими силами, это невозможно вообще, в принципе, по человеческой нашей пораженной греховной природе. Друзья, но все-таки у нас есть, у нас, у христиан есть выход. Это Иисус. Почему? Потому что Он реально нас всех любит. Он реально сошел на эту землю. Он реально пригласил нас в это удивительное путешествие. Он сказал, пойдем со мной. Он пригласил каждого из вас, и меня, и тебя, и сказал, пойдем в это удивительное путешествие. Я приведу, я научу тебя уже сейчас жить эту вечную жизнь здесь, на этой земле. Я научу тебя концентрировать свое внимание на вечности. Я научу тебя, чтобы ты отлеплялся, чтобы ты не принадлежал этому миру, но чтобы ты мыслил категориями Божьего Царства. Друзья, и мы ему сказали да. И мы идем. Знаете, у нас что-то получается, что-то не получается. У нас очень много промахов всяческих бывает, но Иисус продолжает нас подталкивать. Написано, праведник семь раз упадет и поднимется. Иисус дал нам власть быть чадами Божьими и называться Божьими чадами. И поэтому Он нас любит по-отцовски. Он говорит, поднимайся, пошли. Писание говорит о том, что Отец ищет себе поклонников, которые будут поклоняться Ему в Духе и истине. Представляете, ищет. Он прям ищет. Сидит там на небесах. И Духом Божьим, как это, локатором такой, так, кто там в Духе поклоняется? Где они там, где они? И вот Он находит каждое ищущее сердце. А как можно поклоняться в Духе и истине, когда я начинаю мыслить о Боге, когда я начинаю размышлять о Боге, не о своих нуждах, не о своих проблемах, а о Боге? И Бог приходит, и Он привлекает меня, и я иду за Ним. Я посвящаю Ему тогда свою жизнь. Мне тогда не жалко. Мне тогда не жалко умирать на Ниве Божьей. Мне тогда хочется быть там, где меня хочет видеть Бог. Друзья, но для этого нужно начать мыслить другими категориями. К сожалению, сейчас в 21 веке у нас, знаете, такое предлагается легкое христианство, где Бог за тебя, все для тебя, все устроит, семья, работа, дети. Вот и по, еще галочка в твоем списке, и походы в церковь. Но и Иисус не такой. Он не для этого умирал. Он не для этого оставил небеса и пришел на эту землю для того, чтобы просто устроить нашу жизнь. Он хочет, чтобы каждый из нас всегда имел свой взор на небесах, на этом прекрасном Боге, которого даже невозможно описать, который ждет нас там, к которому мы придем, и мы уже понимаем это устройство. Почему? Потому что здесь, на этой земле, находясь на этой земле, мы формируемся, мы позволяем Духу Святому сделать обработку с нашим характером, с нашими ценностями, с нашим посвящением Ему, все глубже и глубже доверяя Ему, каждый вопрос. Вот, друзья, и я знаю, что Бог, Он дает шанс всем, абсолютно всем. Он даже от неверующих людей ожидает каких-то перемен. И эти перемены реальны. И уж если для неверующих они реальны, и уж если от неверующих людей ожидается милосердие, тем паче от нас, от верующих, которые должны быть светом в этом обществе, которые должны просто возревновать Бога всем своим сердцем. Потому что, когда мы сталкиваемся с этой властью на небесах, с этим троном, с этим сидящим на престоле, это все, это то, через что все начинается. Этот божественный порядок Бог опускает в свою церковь, где есть его устройство, где написано, об этом написано Кефисианам, в книге «Послание к Кефисианам». Друзья, поэтому я предлагаю, чтобы мы сегодня пересмотрели, пересмотрели все свои моменты, посмотрели, насколько Бог тебя благословил сегодня, какие инструменты Он тебе дал, какие полномочия Он тебе дал, какую власть Он тебе сегодня доверил, на что это работает, для чего это служит в твоей жизни. Или для того, чтобы наши урожаи, как говорится, увеличивались, и ты потом амбары себе строил. Или все-таки это все, ты понимаешь, что все эти инструменты даны для того, чтобы Царство Божие расширялось на этой земле. Знаете, я в последнее время живу в таком понимании, откровении, что можно быть служителем, допустим, какой-то поместной церкви, а можно быть служителем Божьего Царства. Это разные вещи. Это совершенно разные вещи. Когда ты не привязан к какому-то месту, когда ты просто позволяешь Духу Божьему повести тебя намного дальше, чем просто какое-то у тебя видимое, объясненное устройство на этой земле. И я понимаю, что сегодня Господь говорит в жизнь каждого брата и сестры, каждого из нас, чтобы мы проверили и перестали прибедняться, перестали как-то смотреть, что есть у нас, что нет. У бедной вдовы было всего две лепты, и она угодила Богу. Поверьте, у нас намного больше. Если ты сегодня смотришь по телевизору в экран меня, значит, у тебя есть возможности, поверь, серьезные. У многих даже таких возможностей нет. Поэтому посмотри по-новому на то, что ты имеешь сегодня. И попроси мудрости у Бога, чтобы использовать это сегодня правильно, чтобы иметь пользу от всего этого. Там в вечности. Друзья, я предлагаю, чтобы мы сегодня просто зашли в эту открытую дверь, которую Бог открывает, которую Иисус открыл сегодня для нас. Для нас, для христиан, это привилегия. Для нас, для христиан, это просто сверхъестественное чудо быть вместе с Богом и просто видеть вот это будущее. Люди этого мира обречены, поэтому они так мыслят и живут. Но у нас есть будущее. И это будущее намного круче того, что у нас есть. Я вам такой пример приведу. Я когда только уверовал, у нас после свадьбы остались там какие-то деньги. И мы таки приехали со свадебного путешествия с женой. И она говорит, вернее я ей говорю, а давай телевизор купим. Ну а что они будут пропадать? Ну давай. Вот мы покупаем телевизор. А перед этим у нас было решение, что все, что будет появляться в нашей жизни, любое имущество, оно будет служить Господу. И знаете, что интересное произошло? Мы купили телевизор. Он такой в упаковочке, такой хорошенький стоит. Мы его даже распечатали, посмотрели. А на следующий день мы поехали к моим родственникам в другой район. И тут мне звонит пастор и говорит, слушай, Олег, я там слышал, что вы телевизор купили. Я говорю, ну да. Ну, говорит, поздравляю, слава Богу. Я тут хочу провести встречу дополнительную в церкви. И вот телевизор, ну такой большой, плоский, говорит, и я понимаю, что вот только у тебя такой телевизор есть в церкви. Ну, как бы у нас церковь небольшая на тот момент была. И вот ты можешь ждать этот телевизор? Вы знаете, я же внутри засмеялся. Только вчера я посвятил свой телевизор Богу. Сегодня Бог проверяет мое сердце. На самом деле мои слова соответствуют тому, что я говорю. И у меня такое внутри. Смотри, как это так, меня-то не будет, как это будут пользоваться моим телевизором, меня не будут, а вдруг сломают, а вдруг там это. И у меня куча-куча вопросов. Я молодой христианин, я два года как верующий был на тот момент. И у меня куча вопросов возникала. Но у меня было внутри ясное понимание, что это Бог меня проверяет. Знаете, я отдал свой этот телевизор. Почему? Потому что я не хочу, чтобы его моль ела. Я хочу, чтобы максимально все, что Бог доверил в мои руки, оно приносило плод и результат. Поэтому и Бог меня благословил. И квартиры, и машины, и женой, и детками. И внутри у меня есть вот это понимание, что абсолютно все будет служить Богу. Поэтому, когда просят у меня машину, я даю. Поэтому просят, когда гости какие-то приезжают, я самый первый поднимаю руку, чтобы они у меня жили. Друзья, это такое благословение. Это такая радость на самом деле, которую даже по-человечески нельзя описать. Почему? Потому что Богу нравится это. Я прям четко это знаю, что нравится. Есть какие-то инструменты у меня рабочие, они служат у меня на Ниве Божьей. Друзья, и я через это переживаю огромное благословение. Вроде бы по-человечески смотрю, все, как говорится, ветшает. Но когда я от Духа чувствую благословение, Бог говорит, умничка, молодец. Поэтому, друзья, посмотрите по-новому на то, что вы имеете в своих руках. Потому что небеса – это реальность, престол – это реальность. Это то, с чем мы встретимся. Там не будет никакого бардака. Там будет полный порядок, устройство. Там будет красота. Там будет сам Бог обитать, и мы с Ним. Аллилуйя. Я предлагаю помолиться, дорогие, чтобы Бог нам дал мудрости и позволил правильно распоряжаться всем тем, что мы имеем. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты однажды достиг нас. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты оставил небеса и сошел на эту землю. За то, что Ты являешься дверью в эти небеса. За то, что Ты показываешь нам эту небесную перспективу. За то, что Ты, Иисус, просто возлюбил нас и отдал Себя самого. Боже, мы любим Тебя. Мы хотим меняться вместе с Тобой. Мы хотим быть у престола Твоего. Мы хотим просто наблюдать и восхищаться Тобой всю вечность. Боже, Ты так много нам всего дал. Ты нас так много благословил. У нас есть имущество, у нас есть квартиры, машины, у нас есть, может быть, еще что-то, вещи какие-то. И мы хотим, чтобы это максимально служило и приносило плод в Твоем Царстве. Мы не хотим быть просто потребителями на этой земле. Господи, дай нам мудрости. Дай нам мудрости, чтобы правильно и рационально по Твоему откровению как-то пользоваться тем, что мы имеем. Иисус, чтобы это угождало Тебе. Чтобы это правильно служило. Чтобы это приносило пользу для Твоего Царства. Иисус, но прежде всего мы хотим, чтобы наш взор был всегда на Тебе, на Царстве Божьем. Только это позволит нам по-настоящему быть сострадательными и милосердными на этой земле. По-настоящему солить и светить. Почему? Потому что Ты Иисус. Ты сказал нам это делать. И без Тебя мы не сможем ничего. Без Тебя нету даже желания в этом двигаться. Но с Тобой возможно все. И даже если у нас что-то не получается, мы хотим обновления в этом. Мы хотим, чтобы Ты, Иисус, царствовал в нашей жизни. Мы признаем Твое господство. Мы признаем Твой порядок здесь, на этой земле, во всех сферах нашей жизни. Мы Тебя любим. Мы хотим, чтобы Господь, Твое царство, оно распространялось в нашей жизни, через нас, везде, по этой земле. К чему бы мы ни соприкасались во имя Иисуса. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»!